Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава послания к евреям, библейский портал Экзегет. Я Андрей Десницкий, читаю свой перевод и его немного комментирую. Трудное послание, тяжелое. Седьмая глава была такая, с одной стороны, очень логичная, последовательная, с другой стороны, говорит о тяжелых вещах. Мы к этому привыкли. Нет давно Иерусалимского храма, не приносятся там жертвы. Ну, а вот здесь он объясняет, что не должно их больше быть. Тогда, почти две тысячи лет назад, это была актуальная тема. То ли еще стоял Иерусалимский храм, но скоро должен был разрушиться, то ли, может быть, даже уже разрушен и жертвы не приносятся. В любом случае, тогда иудеи, еврейский народ, они смотрели в основном на этот храм и ждали, что именно богослужение, жертвоприношение в нем, они связывают их с Богом, дают им какую-то вот возможность исцелиться от своих немощей, получить прощение грехов, стать какими-то новыми людьми. И им приходилось очень долго, подробно и внятно объяснять, почему это не так, почему жертва, принесенная единожды Христом, она заменяет все это богослужение раз и навсегда. В 7 главе подробно говорилось о том, какой Христос первосвященник по чину Мелхиседека, то есть пример 14 главы Бытия, таинственного царя и священника Иссалима, которому принес жертву, принес десятину, простите, сам Авраама, получил от него благословение. Вот этот пример показывает, что Авраам, прародитель, патриарх еврейского народа, был младшим по отношению к Мелхиседеку, как это могло быть. Вот точно так же и служение в ветхозаветном храме, оно младшее по отношению к жертве, принесенной Христом на Голгофе. И в 8 главе продолжается эта тема. И вот что самое главное из сказанного. У нас есть первосвященник, который воссел одесную престолу Величества на небесах, ну то есть находится там же, где и Бог, и он совершает священное служение в Скинии, которую распростер Бог, а не человек. То есть, что там, на небесах есть Скинии, есть некое священное сооружение, Скиния-шатер, да, где во время странствования по пустыне израильтяне приносили жертву Богу. И вот на небесах есть это самое небесное Скиния, и все земное это лишь ее подобие. Всякий первосвященник поставляется для того, чтобы приносить дары и жертвы. Так что и нашему нужно было иметь, что принести. Если бы он был сейчас на земле, то не был бы священником. Здесь уже есть священники, которые приносят дары в соответствии с законом. Но они служат лишь подобию и тени того, что находится на небесах, как был предупрежден и Моисей прежде, чем приступил к сооружению Скинии. Смотри, было сказано ему, сделай все по образцу, который был тебе показан на горе. Ну вот это пересказ, конечно, того, что в книге Исход говорится, когда Моисей сооружает Скинию. И теперь нашему первосвященнику доверено иное служение, ведь он стал посредником при заключении нового, гораздо лучшего завета, который основан на обетованиях, а не лучше законы. Новый завет мы сегодня используем это выражение очень-очень часто, но ведь смысл его – это не просто собрание книг, а это новый договор, это новый союз. И здесь дальше будет разбираться это понятие нового завета. Он лучше прежнего, поскольку основан не на законе, а на обетованиях. Что такое закон? Ну, есть законы, и в государстве любом они есть, и закон, который дан Моисею. Вот правило, надо делать так. А есть обетование. Вот для примера, есть завещание по закону, наследование по закону, есть наследование по завещанию. Завещание выше закона, да, то есть по закону наследники первой очереди, если их нет второй, третий, да, завещание человек может передать свое имущество после своей смерти тому, кому он пожелает. Это его личное решение. Закон – это такая безличная сила. Вот для всех одинаково. А вот личное решение – это обетование, обещание. И они имеют некий приоритет. И это, в общем, такой принцип, который более или менее всегда и везде существовал. Будь первый завет, Ветхий завет безупречным, не нашлось бы места для иного. Но ведь сказано было им, носителям того завета в укор. «Наступают дни, – говорит Господь, – и установлю с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Это еще в Ветхом Завете было обещано, только не было сказано, как. Не такой завет, как заключил я с их отцами в день, когда взял их за руку и вывел из египетской земли. Ведь они не сохранили завета со мной, и я отвернулся от них, – говорит Господь. «И вот какой завет завещаю я Дому Израилеву после этих дней, – говорит Господь. Вложу законы мои в помышления их, на их сердцах начертаю». То есть Ветхий Завет, и это цитата из Иеремии, это еще народ Ветхого Завета об этом говорит, заключается в том, что вот дается закон, как некий свод внешних правил. А новый завет будет на сердце. Внутреннее состояние человека, которое не заключается в каких-то положениях, правилах, санкциях за их нарушения, которое заключается в устроении сердца. «Вложу законы мои в помышления их, на их сердцах начертаю». «Буду я им Богом, а они будут мне народом. И никто не станет наставлять ближнего своего, никто не скажет брату своему, познай Господа, потому что все будут знать меня, все из них от мала до велика». То есть вот есть Ветхий Завет как нечто внешнее, правила их соблюдения, награда за соблюдение, наказание за несоблюдение. А есть внутреннее состояние, Новый Завет как некое такое сердечное слияние, когда не нужно уже никаких правил, когда все происходит само собой по сердечному расположению. И так со всеми. «Все из них от мала до велика. Буду милостив к беззакониям их, и грехов их и беззаконий впредь не помяну». Соответственно, из этого вытекает прощение. Грехов и беззаконий, потому что Ветхий Завет это опять-таки санкции. Вот там нарушил правила парковки, превысил скорость, плати штраф. А бывают отношения любящих друг друга людей. Они не платят штраф, если что-то даже кто-то из них сделал не так. Они просто любят друг друга дальше, они продолжают жить вместе. Вот, соответственно, Новый Завет будет заключаться именно в этом. В каком-то окончательном соединении Бога со своим народом. «Буду милостив к беззакониям их, грехов их и беззаконий впредь не помяну». Говоря «Новый», Пророк показал, что Старый Завет обветшал, а что обветшало и устарело, должно скоро исчезнуть. И вот здесь, собственно, подводит к такой мысли автор послания к евреям, что Ветхий Завет, тот, где говорится о жертвоприношениях, о правилах, которые надо соблюдать, он уже перестает действовать. Он заменяется чем-то новым. Чем новым? Ну вот, он уже об этом кое-что сказал. А дальше он будет в 9 главе очень подробно объяснять, чем отличается служение Нового Завета от служения Ветхого Завета на примере скини, на примере всевозможных деталей обрядовых, ритуальных и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok